Я не слышу аплодисменты бурные Дамы и господа Я не слышу аплодисменты бурные Дернул один по-моему, но посмотрим Дернул один по-моему, я не слышу аплодисменты бурные Дернул один по-моему, я не слышу аплодисменты бурные Ох, горяченький Ну он не горячий, теплый Вот так вот он вышел из кустов, да? Продолжение следует... Всем привет! Вы на канале Dark Hunter Сегодня мы с вами произвели тестовый отстрел призматического прицела от компании Vector Optics Прицел Paragon 1.16 Micro Prism Призматический прицел имеет размер выноса выходного зрачка Поэтому устанавливается он вот на таком расстоянии от глаза стрелка И прицел требователен к правильной вкладке Одним из достоинств призматического прицела является то, что он сочетает в себе компактность коллиматорного прицела И особенности обычного оптического прицела Друзья мои, перед тем, как мы сейчас переведем камеру в режим говорящие руки Давайте мы с вами немножко, все-таки, перед тем, как сделаем какие-то выводы Обсудим его ТТХ Для кого-то это будет очень важно Одним из достоинств призматического прицела является то, что прицельная точка здесь вытравлена И если в случае с коллиматорным прицелом у вас выйдет из строя элемент питания Либо он полностью разрядится, владелец оружия остается безоружным Здесь этого не происходит Прицельная точка вытравлена И мы по-прежнему видим на цели черную точку Пусть даже и без подсветки Призматический прицел подойдет для людям с особенностями зрения Для тех, кто страдает близорукостью, дальнозоркостью, астигматизмом Люди с астигматизмом, они, знаете, прицельную светящуюся точку коллиматора Они видят в определенных случаях как звезду С призматическим прицелом здесь этого нет Прицельная точка, она по-прежнему прицельная точка Так, по комплектности прицела Ну, понятно, коробка, надежная упаковка Ничего в ней не повредится Хороший уплотнитель Все, в общем-то, при транспортировке вопросов никаких не возникло Дальше, естественно, салфетка Естественно, в комплекте шел элемент питания Вот такой вот ключик для введения регулировок И для того, чтобы зажать прицел Ну, отдельно, конечно, есть Г-образный ключ Для установки прицела на оружие Вот такая вот база, высокая для Р-образного оружия, шла в комплекте Низенькую базу я докупал отдельно Ну, и теперь конкретно по ТТХ данного прицела Вес прицела 225 грамм Объектив 16 мм Прицельная точка 1 MOA с кольцевой подсветкой 10 уровней яркости Здесь у нас устанавливается элемент питания Уровни яркости регулируются вот этими кнопочками Плюс-минус Угол обзора прицела 14,5 градусов В поле зрения на 90 метров 23,3 метра На 100 метрах 24,5 метра Для чего нам нужен прицел? Еще раз повторюсь, для быстрого обнаружения цели И уверенного ее сопровождения И соответственного точного выстрела по движущейся цели А также, конечно, за контролем сектора обстрела Так как стрелять мы можем с его помощью с двумя открытыми глазами Регулировки по горизонтали и вертикали Вот этими двумя барабанчиками осуществляются 40 MOA по горизонтали и по вертикали Возможность введения поправок Цена одного клика регулировки 3 см на 100 метров Ну, соответственно, 1,5 см на 50 метрах Фиксированный параллакс на 91 метр Производитель заявляет, что прицел держит ударную нагрузку 800G Что такое 800G? Это много Но привязываться к этой цифре не стоит Она зависит от многого В том числе и от веса оружия, на который установлен прицел Однако, производитель заявляет, что, знаете Прицел держит нагрузку ударную от минимальных калибров От 22LR до, собственно, до 338 Lapo Magnum включительно На прицел идет пожизненная гарантия Что значит пожизненная гарантия? Многие ошибочно думают, что это гарантия на всю жизнь владельца Нет, это гарантия на жизненный цикл прицела Жизненный цикл подобных прицелов составляет 8-12 лет И компания, в общем-то, обеспечивает эти свои гарантийные обязательства Естественно, есть регулировка диоптрическая Диоптрия от минус 2 до плюс 2 В зависимости от зрения стрелка Естественно, прицел пылевлагозащищенный Естественно, он азотонаполненный Ну вот, в общем-то, наверное, по ТТХ все Давайте-ка уже обсудим какие-то свои выводы Подведем и итоги Тестируя этот прицел, чего мы хотели добиться? В первую очередь мы хотели проверить Держит ли прицел ударные нагрузки? В данном случае мы стреляли короткая Сайга 308 Винчестер Прицел показал, что уверенно держит СТП Ничего никуда не смещается, не ползет, не уходит Все с этим нормально Дальше Ну, конечно же, мы хотели проверить корректность введения поправок В случаях, наверное, с призматическим прицелом Говорить о введении регулировок некорректно Здесь она просто постоянная регулировка Не требуется какая-то Введение поправок Здесь строго регулировка Один раз настроили, пристреляли, отрегулировали Все Но мы хотели проверить и корректность введения этих регулировок Что хочу сказать Справились быстро Все соответствует Один клик барабанчика 3 сантиметра на 100 метров Здесь вопросов нет Что хотелось сказать еще Ну, достоинства Прицел легкий Прицел компактный Как я уже сказал, прочный Отдачу держит Особо, особо хотелось отметить мне Качество стекол Друзья мои, вот все-таки Братья-китайцы Сделали прорыв Они научились делать Это просто, ну, реально Я не хочу там кого-то там сильно восхвалять Но это шаг вперед Стекла шикарные Никакого туннельного эффекта Никаких пятен Чистенькие, прозрачные И светленькие Ну, просто обалдеть Я полностью доволен Что сказать еще Возможность стрельбы с двух глаз Конечно же, это тоже достоинство Ну, и, как я сказал 10 уровней яркости В зависимости от освещенности на улице Это тоже плюс Так, друзья мои Ну, наверное Какие-то итоги мы подвели Да, мое личное впечатление Такое, что Прицел качественный Прицел добротный Прицел надежный И держит ударные нагрузки А что нам еще надо? По, собственно, довольно-таки Гуманной цене Все-таки цена у нас Имеет значение Да, мы живем в таком мире Где вещи хорошие Стоят денег Цены на прицел Не хочу привязываться к ценам Но вот Мониторил я интернет-пространство От 12 с чем-то тысяч До 19 с половиной тысяч То есть там Ну, в зависимости от дилера Что хочу сказать Каждый решает сам У каждого свой бюджет Лично для меня За эти деньги Оптимальное соотношение Цена-качество Еще раз подчеркну Стекла прекрасные Держит отдачу Ну что еще нам надо? Все, друзья мои На этом, наверное Будем заканчивать Что сказать? Рад был, что вы смотрите наш канал Рад, что вы смотрели этот ролик Если у кого-то есть опыт Какой-то практического применения Призматических прицелов Ну, я буду только рад Вам спасибо, что вы с нами Пишите комментарии Не забываем нажимать колокольчик Чтобы не пропустить наши следующие ролики Не забываем подписываться на канал YouTube постоянно мне напоминает Что только 30% зрителей Смотрят нас по подписке Поэтому не забываем Подписываемся Нажимаем колокольчик Все, на сегодня все Надеюсь, это видео будет кому-то полезным Для кого-то оно будет информативным Если оно вам понравилось Не забудьте оценить нашу работу лайком Вам не сложно Нам приятно Всем пока Удачи Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!